Ваше Высокопреподобие, Отец-ректор, Пресвященные Владыки, Досточтимые профессора, преподаватели, студенты, дорогие братья и сестры. Я хотел бы всех вас еще раз сердечно поздравить с годовщиной создания Свято-Тихоновского университета и выразить свою самую высокую оценку той работе, которую вы осуществляете. Знаменательно, что годичный акт этого университета проходит в день избрания святителя Тихона кандидатом на Патриарший престол в той самой соборной палате, в которой мы сейчас с вами находимся. Для всех нас возвращение церкви-здания апархиального дома в Лиховом переулке стало зримым свидетельством участия сонма небесных предстоятелей и молитвенников, новомучеников, исповедников российских в нашей современной жизни. Для преподавателей и студентов Свято-Тихоновского университета пребывание в стенах этого здания, в котором сто лет назад работал Всероссийский поместный собор, должно всегда оставаться источником вдохновения и постоянным памятованием о высоком предназначении быть в подлинном смысле слова церковным университетом. А это значит черпать в Церкви, в ее предании, творческую энергию для продолжения духовной и интеллектуальной традиции православия, для поиска ответов на новые вопросы, которые ставит перед христианами современная нам эпоха. На мой взгляд, именно стремление послужить Церкви в решении стоящих перед ней актуальных задач и помогало Свято-Тихоновскому университету развиваться и преодолевать неизбежные проблемы и болезни роста, с которыми всегда сталкивается новое учебное заведение. В начале 90-х импульс к созданию Богословского института дала насущная потребность в христианском просвещении народа, который устремился во множестве к Церкви. Дальнейшее становление университетской структуры определялось необходимостью подготовить богословски образованных специалистов как для работы внутри Церкви, так и за ее оградой. Университет и действующая при нем пастерская школа подготовили более тысячи клириков, свыше 7 тысяч специалистов, среди которых ученые, вузовские школьные преподаватели, регенты, реставраторы, иконописцы, приходские специалисты, журналисты и представители других профессий. Важно отметить, что Свято-Тихоновский университет разрабатывает и новые формы обучения. Дистанционные программы позволяют сделать православное богословское образование и просвещение доступным для жителей самых отдаленных районов нашей страны и за рубежом. Как мне стало известно, магистерская программа по теологии и десятки интернет-программ различного уровня позволили обучить свыше двух тысяч студентов из 35 стран мира. Существенно также и то, что университет обеспечивает работу федерального учебно-методического объединения по теологии, служа ориентиром для теологических подразделений свыше 50 российских вузов, реализующих программы бакалавриата и магистратуры по теологии. Теперь хотел бы обратить внимание профессоропреподавательской корпорации на те задачи, которые, с моей точки зрения, являются приоритетными и которые стоят сегодня перед Церковью, в решении которых Свято-Тихоновский университет мог бы внести свой существенный вклад. Речь идет о развитии богословской науки, о реализации в полной мере тех правовых возможностей, которые созданы для теологии к настоящему моменту. Сняты все правовые препятствия к развитию православной теологии как образовательного направления и научной отрасли. И это стало возможным через это присвоение самостоятельных ученых степеней кандидата и доктора теологии в рамках научной отрасли теологии. И созданы, как известно, соответствующие организационные условия экспертный совет ВАГ и диссертационный совет по теологии, где могут защищаться признаваемые государством диссертации на соискании ученых степеней кандидата и доктора богословия. Убежден, что в настоящее время главная цель развития должна находиться не в нормативно-организационной, а в содержательной области. Нам надлежит обеспечить теологическим исследованиям качественно высокий уровень, достойный отечественной традиции научного богословия, сформировать сообщество ученых-богословов. Важно подчеркнуть, что мы употребляем термин «теология» и «богословие» как полные синонимы. Замечу, что на всем протяжении дискуссий, которые сопровождали процесс введения научной отрасли теологии в систему ВАГ, мы всегда подчеркивали, что речь идет о введении теологии в перечень отраслей как нового элемента, как научной специальности со своими содержательными, принципиальными и даже организационными особенностями, которые необходимо сохранить, если мы хотим обеспечить современное развитие богословской науки, при котором она могла бы принести максимальную пользу, в том числе и другим дисциплинам, войдя с ними в содержательный и методологический диалог. Мы не должны стремиться трансформировать теологию на основе методов, стилей мышления и подходов к интерпретации материала, характерных для гуманитарных и общественных наук. Это бы означало упразднить теологию как самостоятельную отрасль. Именно оставаясь собой, ясно осознавая свои метафизические предпосылки, научное богословие имеет надежду сохранить и приумножить свою энергию и использовать ее в том числе для понимания новых явлений и вызовов современности. Вот те опасения, которые я сейчас сформулировал, они в полной степени поразили теологическое образование во многих западных университетах. И когда разговариваешь с теологами, закончившими соответствующее образование, то не можешь понять, кто перед тобой, вообще верующий человек или не верующий. От каких исходных принципов он, из каких исходных принципов он начинает, так сказать, свое богословие, что является для него главным в его жизни и чаще всего убеждаешься, что менее всего этот человек отождествляет себя с той или иной церковью, с той или иной религиозной традицией. Вот мы не должны повторить этого в нашей стране. И теология не должна стать просто отраслью научного знания, предметом в полном отрыве от той богатой духовной традиции православия, в которой живет наш народ и которая оплодотворила духовную, культурную жизнь всего нашего народа и создала, собственно говоря, нашу цивилизацию. По крайней мере, культурные измерения этой цивилизации. Для полноценного участия в этой работе Свято-Тихоновский университет обладает всей необходимой инфраструктурой, имеет вертикаль аккредитованных программ патеологии от бакалавриата до спирантуры. Является одним из четырех вузов, на базе которых работает Объединенный диссертационный совет по теологии, издает научный журнал, входящий в перечень ВАК. Я особенно хотел бы подчеркнуть то, что ваш журнал, где можно публиковать соответствующие богословские работы, он признан научным сообществом и имеет достаточно высокий авторитет. Очень важно поддерживать научный уровень этого издания. Также университетская структура позволяет служить естественной площадкой диалога с представителями смежных для богословия наук, гуманитарных, общественных, педагогических. Еще раз я хотел бы поздравить всех вас с годовщиной создания православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и призываю Божие благословения на ваши труды, совершаемые на ниве церковной науки и образования. Благодарю вас сердечно за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо.